Выезжаем из города Алматы. Как обычно нереальная пробка. Сегодня едем в сторону Каскелена по верхней трассе. Сегодня 16 сентября. Пошел небольшой дождь. Брянчамай аудак округа. Красная аудана. Аулым алтын бесыгым. Жамбыл ауданы. Едем сестарыны сила қарғалы. Сторны ұзынағаш. Подъезжаем к населену пункту ұзынағаш. Знак о начале населену пункта. Ұзынағаш. На въезде здесь сразу начинаются какие-то предприятия, бизнесы, автомойки, геометрия, ствол, тротуар, освещение появилось дорожное вижу. Но не везде местами. Так, здесь видимо школа с правой стороны находится. Хочу сразу сказать, кто не был в ұзынағаше, то это, можно сказать, небольшой такой город. Многие называют его город ұзынағаш даже. А так, как бы по статусу это село. Слева какой-то базар, он еще не открылся. Сейчас 8 часов утра. Также вот здесь на въезде был памятник жамбылу. Кафе проехали. Вот такие вот торговые дома есть, рестораны. Газовые трубы, АЗС. Узнағашы есть газ. Узнағашы уже не в первый раз, но, если честно, каждый раз как в первый раз. Примерно понимаю, где здесь центр. И в целом, можно сказать, на этом все. Здесь слева еще какая-то школа находится. Так. Узнағаш настолько большой, что я даже не знаю, что... как бы успеем посмотреть вообще, да, куда сходить и так далее. Так что, надеюсь, найдем что-нибудь интересное. Я так думаю, за один раз не получится показать весь Ознағаш. Так что, в этом видео будет то, что мы успеем посмотреть, так скажем, куда сходить, что найти. Дороги здесь хорошие, асфальтированные. Есть тротуар. Так, проезжаем здание прокуратуры. Такие старые остановки вот есть. Двухэтажные дома многоквартирные начались тут. Так, дорога становится еще и односторонней. Здесь вот Тойхана, Мейрамхана, Талгат. Халыкбанк. 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 Кстати, не щас. Ахарыкбанк. ЭлемертBoxы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот памятник И еще и работающий вечный огонь Это вообще удивительно Не везде такое можно встретить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще одна парковая зона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Памятник Жамбулжабаеву Памятник Жамбулжабаеву Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напротив районного акимата есть какое-то вот здание двухэтажное, тоже госучреждение. Районная инспекция какая-то здесь, статистика Басхармаса еще, много чего. Так, идем гулять дальше. Так, к сведению, вдруг если кто-то не знал, то в Узнагаше проживает почти 40 тысяч человек. И это кстати говоря новые данные, вроде как буквально прошлого года. Здесь есть вот такой симпатичный ресторан Моцарелла. И вблизи здесь есть тоже памятник. Моцарелла. 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 Продолжение следует... Очень удобно, когда все близко. Вот здесь, кажется, находится тоже дом культуры, кажется, что ли. И там тоже памятник. Местный дом культуры. Памятник перед домом культуры. Карасай батар. Памятник перед домом культуры. Напротив дома культуры вот так очень много плакатов вдоль дороги. И за плакатом какие-то дома есть. И защита от хулиганов. Небольшой парк рядом с домом культуры. Так, еще какое-то здание рядом с домом культуры вот такое есть. Мадик студио. Видимо, вот это приспособление для цветов. Так, здесь еще какая-то территория. Что-то вроде, кажется, парка. Ой, ужас, сколько здесь мусора. Так, дальше вроде через парк можно пройти туда. Есть тропинка, есть мост. А, нет, слушайте. Оказывается, здесь закрыто. Ну, тут довольно-таки красиво. Дальше, конечно, не пройти. Но зато здесь красиво. Мусор лежит. Но даже при этом красиво. Похоже на парк. Но мы сомневаемся. Может быть, это какой-то детский сад еще. И, честно, еще не решили, что здесь снимать в Знагаше. Просто он настолько большой. И не знаем, куда пойти, что посмотреть. Вот пока что гуляем по центру. Также спросили у местных, что можно вообще посмотреть здесь. Нам сразу порекомендовали ехать в горы. Порекомендовали ущелье Каракистек. Также порекомендовали музей Жамбыла в ауле Жамбыл. Но в тех местах мы уже были. Так что хотелось бы посмотреть, что-то здесь. Именно в Знагаше. Обошли с другой стороны это место. Видимо, это все же парк. Здесь вот написано ИП. Видимо, просто рано пришли. Еще не открыт. Нашли ремонт стекол в Знагаше. По карте пока, что здесь где-то вблизи есть автовокзал и базар. Увидели такое интересное здание. Написано Сымбат. Интересно, что здесь было раньше. Напротив здесь есть вот есть Киркштер, Хунахы, гостиница. Такое здесь вот есть кольцевое движение. Sofia. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот вроде как пришли к этому памятнику Здесь вот какие-то вот пушки есть Рядом Какая-то табличка была видимо Куда-то Потерялся Скажем Или забрали Так сейчас Может быть какие-нибудь QR-коды здесь есть А, во С этой стороны оказывается В честь освобождения казахских земель От благодарного народа А сверху там видимо орел И еще одна табличка Во славу русского оружия И здесь вот QR-код Обелиск Славы русского оружия Здесь вот такие вот Четыре пушки есть вокруг Вот С четырех сторон стоят И данный обелиск Возвышается над всем Узнагашем Так Снова информация из Википедии Так как Ну мне реально больше Неоткуда достать информацию В 1885 году В селении Узнагаш Расположенном к западу От города Алматы Ну в том месте где мы сейчас находимся На христианском кладбище Была открыта памятная стела В честь этой победы Казачьего гарнизона И казахского ополчения Над коканцами В октябре 1860 года Вот такая вот информация А позади как раз вы видите Эту данную стеллу Ну а подробнее Если кто-то хочет знать То я так думаю Лучше всего почитать лично В интернете много информации Я думаю можно найти Мы сюда все же Не зря забрались Смотрите какой Отсюда вид открывается Реально вот На весь населенный пункт Можно сказать Мы вон оттуда пришли Так Обратно решили спуститься По другой дороге Так Вышли сюда Вот спустились Тут есть небольшое Футбольное поле Такое старенькое Так скажем Ну такое То есть Создано своими руками И здесь вот Есть переход Через речку И вдоль забора Можно будет пройти Туда Главной дороги Такая маленькая Симпатичная Речка есть Импровизированный Мост такой Металлический Так Оказались на такой Улице А это видимо Здание библиотеки Потому что Ну очень много книг Здесь Через окно видно Но Здесь ничего не написано Так и есть Это библиотека Просто еще не написали Оказывается Ну или меняли Надпись кажется А напротив Есть вот такие дома Жанар Май Там вот Через дорогу Ассорти магазин Здесь вот Такое вот здание С решетками Интересно Что здесь раньше было Справа Вот это вот Здание библиотеки Местное Ктапхана Здесь видимо Что-то раньше было Остался фундамент Житсу Савдавартал Шиномонтаж У Олега Гольдер Одежда Аутлет Вышли на какую-то маленькую улицу Здесь тротуара нет К сожалению Есть вот филиал От Амикен Улица Тулеби Тулеби Кучасы На карте это место Отмечено как Центральный стадион Школа Школа По улице Макатаева Идем в сторону Центральной мечети По картам показывают Что здесь за школой Находится местное РУВД Видимо это уже заборы Самого местного РУВД Тут даже колючая проволока есть Вот тут Какое-то трехэтажное здание Вот такое здание Написано Жамбыл АПБ Видимо Жамбыл Аудану Полиция Беките Ну я так расшифровываю Если не прав То в комментариях Под видео Можете написать Свой вариант А вот и дошли до мечети Ознагаш Интересно что Наверху минарета Висят кажется антенны Не знаю Сотовых вышек что ли Продолжение следует Атамикен газета Есть еще вот такая тема здесь Куршлер Баклао Впервые слышу И еще одна школа Вне сессии РКСТГ Центр занятости населения Мажитов кучесе Хараш Батар кучесе И вот вернулись снова К прокуратуре А вот и та самая остановка Которую мы ранее видели Какой аппарат здесь А лактелеком сохранился Почти сохранился Так вернулись к этой гостинице Узнаваш Сейчас спросим сколько здесь стоит проживание Никого нет Гостиница стоит 12 часов 7 тысяч тенге А 24 часа стоит 10 тысяч тенге Сказали что раздельной кровати нет Все то есть Большие кровати На двоих человек Здесь ездит вот 601 автобус Познагаш Алтнорда Сайран Оказывается здесь также есть Отделение Каспий банка Панда футс Тоже какое-то госучреждение Знагаш очень большой Здесь получается По нему Не знаю Кажется 5 или 6 Или даже может быть Около 10 школ Только что тоже проехали Здание скорой помощи Жидель Жайрем Жардим Да По этой улице Тоже есть тротуар Дорожное освещение Здесь видимо слева детский сад Автобусные остановки АЗС Газовые трубы Спускаемся дальше вниз По этой улице Посмотрел на карте Оказывается эта улица Выходит прямо на трассу Алматы Шымкент Так здесь вот С левой стороны находится Школа имени Шапраште А справа находится Местная больница Емхана Ортал Емхана Вот тут большая парковка есть Напротив есть аптеки Монша Инвиво Олимп Магазины Стоматология СТО Хан Тюри Мирам Хана Проехали еще Ресторан Нурсулу Здесь еще один Монша есть Амир Гранд ресторан Автобаня И вот уже выехали Из населенного пункта Ознагаш Вернулись обратно Заехали на улицу Жандосова Жандосовку сейчас И здесь вдоль этой улицы Есть какие-то вот дома Вот Пятиэтажные даже кажется Интересно что они За бетонным забором Такое ощущение Будто отдельный Какой-то городок Быть можно ранее Какой-то может быть военный Кто его знает Какая-то прям Отдельная территория Ого Здесь видимо раньше было Какое-то предприятие На данный момент Выглядит Ну очень заброшенным Вот это вот Третье здание Оно совсем Даже Окна выбиты Так получилось Спросить у местных Оказывается Здесь была раньше Воинская часть На данный момент Не функционирует А то Пятиэтажное здание Видимо Не знаю Может быть Выкупили физлица Или Их продали То есть Обычным гражданам Видимо Ранее было КПП Вот так вот Выглядит внутри Со двора Точнее Во дворе Может быть Здесь раньше жили военные Ну и сейчас Может живут кто-то И вот такая вот территория А там вот Работали Так вот Выглядит Въезд В село Ознаваш Со стороны Села Антамат Это вот Со стороны Гор Можно сказать Заезд С правой стороны Есть какие-то Дома Однотипные Такой Небольшой Городок Айдана Дукене Тоже Тянутся Газовые трубы Вдоль дороги Дорога Со стороны Села Антамак Хорошая Асфальтированная Под видео Как обычно Оставлю в комментариях Геометки Геоточки Которые можно будет Посмотреть И в целом Понять О чем речь Или откуда я приехал Откуда заехал Здесь вовсю Вот застраивается Узнагаш Я не знаю Эти районы Уже зашли В Узнагаш Или может быть Еще заходят Или может быть Это и есть Узнагаш Полностью Просто пока что Знака не видел О том что Начинается Населенный пункт С левой стороны Есть небольшая Мечеть По всей видимости Новая Какое-то здание Строится Монша Сятты Жахслав Дукена Строительный магазин Магазин Казна СТО Саудай Айзере Мойка ковров О А здесь уже Появился Тротуар Вдоль дороги Еще одна Монша Еще одна Баня Это Эт Монша Продолжение следует... Здание Казпочты огромное просто. Здесь видимо находится местный рынок, базар, так как людей очень много. Продолжение следует... 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 шнасал мечты какая огромная просто мечеть Ощущение будто мы зашли не с той стороны Очень красиво сделали большая мечеть Здесь находится Асхана Да мне кажется мы не с той стороны зашли Мечеть реально огромная Вот с этой стороны видимо центральный ход Обошли мечеть Обошли мечеть 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 Продолжение следует... 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 спасибо до скорой встречи и пока пока увидимся